Багдар ламадзимившися про мебель компаняса. Сесышин жайны жихас. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами утренняя программа «Арайлы Тан» на телеканале ТДК-42. Дорогие телезрители, совет дня на сегодня. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому будьте счастливыми именно сегодня. Но на календаре 19 апреля – пятница. Сегодня свой день рождения отмечает известная российская теннисистка, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», заслуженный мастер спорта России Мария Шарапова. А также известная американская актриса – это Кейт Хатсон. В 1965 году принятие временных правил по делам печати, по этому закону цензура сохранялась лишь для барашюр и небольших сочинений. Толстые книги – свыше 160 страниц для российских и свыше 320 страниц для переведенных изданий. Могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо вредное или противозаконное, то изданию предъявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось. Первый раз марафон в Бостоне был проведен в День Патриота в 1897 году. С тех пор проводится забег на 42 километра в 195 метров, со временем ставшим одним из престижных в мире. В последнее десятилетие, кроме главной дистанции, проводятся другие забеги. Полумарафон, забег на 5 километров, детский марафон. Погода во время забега может быть абсолютно разной, так как апрельская погода на побережье Новой Англии непредсказуема. В 1987 году семья Симпсона впервые появилась в шоу Трейси Уильман с первой короткометражной серией под названием «Гуднайт». Первоначально первой серией этого сезона должна была стать другая серия, которая бы познакомила зрителей с главными героями. Однако после первого просмотра эпизода продюсеры обнаружили, что анимация была настолько плохой, что 70% всей серии надо было заново переделывать. В 1987 году родилась Мария Шарапова, российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом. Выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы. Одна из лидеров по рекламным разработкам среди спортсменов мира, заслуженный мастер спорта России. Прекрасно, теперь мы увидели, какие происходили все-таки события 19 апреля. Ну а мы продолжаем далее. Сейчас мы расскажем вам о традиционном обряде казахов. Это обряд называется «Бетошар». «Бетошар» – открытие лица невесты. Да, но в Казахстане «Бетошар» в Казахстане «Бетошар» дәстүрі бұрынғы мағынасын жойыған. Себебі, жегеттің атанасы рәсімге дейін, қызбен танцысады кен. Да, действительно, я с тобой согласен, Эрке Булан. Поэтому сейчас предлагаю посмотреть следующий сюжет и более подробно увидеть, узнать, как проводится этот обряд. Ендеше келес сюжетке кезек берейк. Біз бен бірге болыңыздар. Себебі, жегеттің атанасын, эйшін танцырады. Хандай тұысқандық жақындығы бар екенін беделін қадыр қасиетін шебертіл мен жеткізеп арқайсына жеке-жеке сәлем жасатады. Сәлем алғанды адам жас келінге беретін сей сияпатына тайды. Салы соу шаңыраққа жақын ауқатты тұыстары қолынды бие, енді бір өлері отауға түгетін кезей тағы басқа берген. Келінің бетін ашушы жырау не ақын, екі-үш күн бұрын соу ұттың басына келіп дайындығы жасаған. Ал бүгінгі таңда келінің бетін кімдері ашып жүр, және беті шар салты қалай өтіп жүр. Қазіргі таңда заманның талауы дейміз бі, ол дәстүр өзгеріп бетті. Үйтінші бөлай, содан кейінгі қазіргі заманға сай эстрада бағытында да ашатын болды, яғни әнмен, ол ғоңтүстік бағытты көп дамыған, бізге бақшы ақа әлі келе қойған жоқ. Негізінен бұл бейташа қазақтың үлкен дәстүрінің бір, сондықтан ешқандай құндылықтарын жоғалтпоғымыз керек. Қазақтың қара домбрасымен, кәдімі өзіне сай, нақышпен, мақамымен ашу керекте бейсептейміз. Қашанда олағатпен тәрбеге толы салтымызды ұмытпай, олықтай білейік. Қазақтың қарымыз керек. Қазақтың қарымыз керек. Қазақтың қарымыз керек. Қазақы отықтың қарымды қарымыз кешпен". Қазақтың қарымыз көпт greylerден, с product қарымыз мысалың бір, ызғақтың қақтың тәрбеге оңыз келaker. Қарымыз қарымыз жақта қарымды. Қазақтың қарымыз керек, жақыз жоғыла сайтың бір керек. Уже подростком Тао начала преподавать йогу и делает это до сих пор. Занятия проходят в зале на севере Нью-Йорка. По мнению женщины, йога может исправить все – от плохой осанки до негативного мышления. Она также считает, что именно техника дыхания помогла ей сохранить легкость и подвижность в столь почетном возрасте. Она несколько раз ломала бедро, но каждый раз, благодаря занятиям, удавалось восстановиться. Философию ее жизни – встречать каждый день с радостью. В начале этого года правительство Индии удостоило Парчон Линч премии Падмашри. Это четвертая из высших наград страны за выдающийся вклад в той или иной области. Последние 20 лет женщины также участвуют в соревнованиях по бальным танцам. Я с тобой согласна. Действительно, у них очень хорошая мебель. Это можно определить по нашей сегодняшней кухне-студии. Мы продолжаем далее. У нас конец рабочая неделя. Нашим дорогим телезрителям хочется пожелать приятных выходных. Я сарапшылар бүгінге, уездерінің денсаулықтарыңызды күтіңіздер деген кеңіз береді. Ну, смотрим нашу рубрику «Астрологический прогноз». ТОКТЫ ТОКТЫ ТОКТЛАРДЫң ұшқыдаңынды жанды несу өте нәзік сезімге тез берледі. Сол сезімге берілгенін тез ауырып қалады. Көз жасына жей ерк береді тез мұтады. Тек кешіре білет, себебі ешкінге кек сақтамайды. ТОРПАК Торпақтар өткен шақа қайта оралықсы келмейді. Өткен де еске алып, алтын уақыттарын зая кетруді жөн санамайды. Өткен шақпен өткен адамдар қайта оралымайды. Еңіздер Бақым айтын шарысыдар, бірақ сіздер басқа адамдардың өмірінге маңызды рөлі атқарып тұрсыздар. Сіздер бұл күн ол адамның көзіне көрінбесеңіздер ақылынан ал жысады. Е, ол сүге ғашық болған соншалықты өзен артық сенінде жақсы көреді. Шаян Шаяндардың бұл күніс әттілікпен қуанышқа толып олмақ, ойлаған арманың ғорындалуы әбде мүмкін. Бассы жақсы ойда болыңыз. Арыстан Арыстандардың өмірінде ең керемет мақыбат қарымқатнас болға алтыр. Шақында бұл әлемде сізден асқан бақытта адам жоға өсірі. Е, бір кездесу үкітіптір. Сізде сол кездесу да асыға үкітіп жүргенің санық. Ол адам сізге ұнайтынына сенімдіңіз. Бейкеш Күніңіздің әдем өті өте өзіңізге ғана байланысты. Жақсы күнен еш уақытта күдеріңізді өзбеніз. Тіпті қиын сәтке тап болсаңызда. Таразы Саспаңыз, қорқпаңыз, батыл бола біліңіз. Қашық болған адамға ұсыншы саңыз. Мүмкін ол адамда сүге ғашық шығар. Мүмкін ол адам сезіміңізді түсініп қалар. Саршайан Саршайандар осындай. Барлығын жүрегіне тез қабылда болады, дегенмен адамдармен тез татуасады. Әқ қоңыл, мағабатқа адал жандар. Өзгелерге үріншісе де әпсәтте ұмытып кедеді. Мерген. Мергендер өәдей бері балып, кейін орындамайтын адамдарды ұната бермейді. Басында үміттендіріп тастап кедедің адамдарды тіпті әттіңетінен жүріп бөреді. Сұқығыш, сіздің сезімізді бағаламаған адамдар қазір өкінштен өзегі өртеніп жүр. Сізді сағынады, қайтарғысы келеп. Тек сұқығыштарды алдамай, оны үнсіғана бақытты болуға тұрсыңыздар. Балықтар. Балықтар бұл өмірде ас сөйліп, жиек өліп жүретіндер. Әттімен көп нәрсені жүрекке сақтайды, онында қасеттерден арылғаныңыз дұрыс. Жақсылқа бар мауы мүмкін. Әттімен көп нәрсені жүрекке сақтайды, Әттімен көп нәрсені жүрекке сақтайды. Әттімен көп нәрсені жүрекке сақтайды. Я пытаюсь рисовать. Я вот с детства, знаешь, Ерке Балан, задавалась вопросом, почему у меня нет таланта рисования. Алқазыр сол таланты пайда болып төлесен бе? Ну, я надеюсь, что может появиться, хотя думаешь, нет, не будет таланта. Да, действительно, кого я обманываю? Если таланты есть у человека, то это уже видно с ранних лет. Я сия сені рендет күнгелмит, бірақ сенде ондай талант шоқ секілді. Айтпақша, білесім бе, екі жастағы бір сөретші, сөретті керемет салады кен? Вот о чём я и говорила, Ерке Балан. Вот видишь, художника можно выйти уже сдалека. И человека, который талантлив, он проявляет это уже с детства. Давай тада смотреть сюжет, возможно ли это действительно или нет? Бірге тамашалайық. Екі жастағы сөретші қыздың картиналары мың долларға сатылып жатыр. Уол Джон Көркемдік галереяда екі көрмеге қатсы білгерді. Алғашқыда оның картиналардың бағасы 300 ден 1800 кетейін барған. Оның туындылары онаған келушілердің бірі-бір емес түрт картинасын сатып алған. Ал екінші көрмеге қойылған туындылардың бағасы 500 ден 2800 доларға дейін барған. Қос көрмеге қойылған картиналардың 38-сі сартылып кеткен. Сұған қарамастан бұл еш қандайда өнеремес тетіндерді табыл жатыр. Балық қайдың анасы жағымсыз пікірлер оларды шабыттандыратынын айтқан. Барлық айгылы сөретшілер үштей бала секілді. Бұрын жоғалған еркіндіктан сайды. Ал біздің кепкерміз болса қазір шынайы. Оған нағыз өнердің не екені беймәлім, сонымен қатар өзгенің пікірімен өмір сүрмейді. Ойында не бар сону венелейді, дейді сүретші байтын османы. Дорогие телезрители, ну а мы продолжаем. Далее, сегодин у нас студии гост. Это студентка, дизайнер Рамазанова Аида. Помимо этого, Аида у нас еще участница пятого международного фестиваля конкурса «Увеличительное стекло», в котором вы заняли первое место. Правильно, Аида? Да, правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас. Аида, біздің студия Хошкельдіңіз. Күңүлкіміңіз халай? Күңүлкіміңіз үшіңіз үшіңіз. Айда, біздіңіз. Айда, біздіңіз үшіңіз үшіңіз үшіңіз. Ну, в первую очередь, начну с того, что я с детства очень люблю шить, очень люблю творить, так как у меня папа художник, моя тетя художница, но не профессионально, а не любители. Тетя тоже так же шьет. Мне нравилось с детства смотреть, как она все это шьет, вышивает. Поэтому, можно сказать, она стала моим маленьким детским кумиром. Я смотря на это, шила сначала куклам, после этого я поняла, что шить можно так же и для себя. Я начала шить для себя. После этого я узнала, что в музыкальном колледже имени Курмангаза есть отделение дизайн одежды. После этого я подала документы, и сейчас, на данный момент, я обучаюсь на дизайнера одежды. Отлично. Вы, получается, на каком сейчас курсе? Сейчас первый. А, вы на первом курсе, да? Вам еще три года учиться? Да, впереди еще три года. Отлично. Ну, Аида, скажите немного подробнее о вашем конкурсе, в котором вы участвовали. Получается, наше отделение, дизайн, полностью называется декоративно-прикладное искусство и дизайн. Наши учителя есть, как и взрослые, так и молодые специалисты. Молодой специалист, Бахтиар Муратович, наш учитель, но он у меня пока не преподает, но мы в хороших отношениях. Мы постоянно находимся в поиске новых конкурсов, новых соревнований. Вот, он нашел конкурс в Москве, собрал всех студентов, всех отделений с первого по четвертый курс, предложил, что вот, в Москве состоится конкурс, будем представлять, уже готовые картины мы повезли. Вот, согласилось, у нас получается шесть девочек и один парень. Мы готовились к этому конкурсу, где-то мы в конце января узнали, решили, готовились, картины, все, тщательно готовились, и после этого собрались и поехали в Москву представлять свои работы. А что именно вы представляли и каким образом проходил сам фестиваль-конкурс? Получается, мы прилетели в Москву 29-го в обед, в этот день была регистрация, во второй день был конкурс, у меня была картина, она называется «Доминанты», это творческий минимализм, на ней изображена долька арбуза, также дерево, и основная цель этой картины это передать красоту смены сезонов с лета на осень. Получается, мастихином, масляными красками я изобразила это. Ну, я думаю, что, наверное, так как мы поехали туда, и у нас были очень строгие и очень внимательные жюри, они каждого ребенка рассматривали, можно сказать, под увеличительным стеклом, оно, наверное, поэтому носит такое название. было связано, да? Поэтому, потому что каждого ребенка в особенности прям тщательно просматривали также наши картины, потому что там были не только художники, были танцоры, и те, кто читали поэзию, те, кто занимался рукоделием, все категории возрастов. Айда, у вас есть конкурс, вестиуальный, как вы видите конкурс? Получается, так как я сейчас на первом курсе, это мой единственный конкурс, которым мне посчастливилось занять первое место, но думаю, что, так как вы сказали, у меня впереди еще три года, думаю, такие конкурсы еще будут дальше продолжаться, и я буду стараться оправдать надеждой своих руководителей. Да, отлично. Ну, так получается, что в области таких определенных конкурсов у нас пока нет. В области нету, да. Получается, но мы в поиске, сейчас, на данный момент, намечается подобный конкурс в Париже. Также наши студенты тоже готовятся к нему, я думаю, если у них все получится, они смогут поехать поучаствовать. Айда, скажите, на данный момент есть работа, которая в процессе у вас, и что это за работа? Да, я расскажу о том, что, получается, у нас, начиная с первого курса, мы рисуем. У нас первое образование, мы идем дизайнер одежды, лично я, второе образование, мы художники. Получается, мы все четыре года рисуем. В месяц у нас идет по одной работе, и сейчас я работаю над аудиторной, это сейчас у нас идет нотюрморт, гуашью. Пока на таком, можно сказать, низком уровне. Дальше мы продолжаем. Но есть работы, просто любительские. На втором курсе мы уже начнем рисовать маслом. Получается, аудиторные работы будут. Да, получается, я начала жить для себя где-то в 15-16 году. Но, так как вдохновение приходит сразу, а подругой не всегда оказывается новый материал, я перешивала старую одежду в новую. У меня в семье 5 человек, и из них 3 девочки. И поэтому сестры, то, что я шью, они с удовольствием носят. Я шью для себя, но они говорят, как это красиво, можно я буду носить? Я говорю, конечно, мне наоборот приятно, что мои сестры и также моя мама поддерживают это. И также перешиваю, подшиваю. Машинка у меня есть, но всем нравится, думаю. Сейчас на вас одежда вами сшита? А нет, пока нет. Это купленная. Пока купленная, да? Да. Но в дальнейшем планируете уже одевать свою одежду, чтобы это был ваш личный бренд? Есть ли у вас кумир из казахстанских дизайнеров на данный момент? Из казахстанских нет, но мне нравится российский дизайнер Белла Потемкина. Вот у нее буквально на днях вышла коллекция новая, неоновая, очень прекрасная. Но думаю, что в Казахстане это должно еще больше развиваться. Ну, насколько я знаю и слышала, что на данный момент это очень хорошо развита сфера именно дизайнера. Я знаю, что у нас известный дизайнер это Аида Кауменова есть, Динара Саджан, вот известный такие, Наиль Байкучуков. Ну, известный дизайнер действительно казахстанский, который хочется смотреть их одежду и хочется действительно их одевать. Поэтому я желаю вам успехов, чтобы завтра мы услышали, что Рамазанова Аида дизайнер, именно казахстанский дизайнер, который представляет нас за границей, в Российской Федерации. Поэтому удачи вам, отучитесь хорошенько и стремитесь только вперед. Спасибо большое. Аида, если вы хотите то, что вы хотите с вами поговорить, что вы хотите с вами? Ну, сейчас моя главная цель это закончить свой колледж. Ну, отлично, так как сейчас я учусь на все пятерки. Спасибо моим учителям. Думаю, я закончу колледж, после этого работать уже, не сидеть без дела, параллельно шить, набираться опыта, также получать высшее образование, диплом дизайнера. Думаю, дальше работать во благо страны, процветать этот бизнес тут, если у меня все получится. Аида, большое спасибо вам за такую прекрасную беседу. Нам было очень интересно с вами. Вы действительно человек творческий. Желаем вам успехов. И под конец нашей утренней беседы у нас наш гость говорит небольшое пожелание дорогим телезрителям. Дорогие телезрители, здравствуйте. Желаю вам всего самого хорошего в вашей жизни. Процветайте, расцветайте, занимайтесь творчеством, так как творчество прибавляет больше позитива, больше радости, чтобы в будущем, если я буду известный, покупайте у меня одежду. Всего самого хорошего. Аида, біздің студияға алтын вақытыңызды болып келгенізе көп-көв рахмет. Бұлышақты, Қазақстанның есімін әлемге танытатын айы кілі дизайнер болуғыңызға тіліктесіп. Рахмет, спасибо. Наша утренняя беседа прошла, дорогие телезрители, а мы продолжаем далее. Нашему молодому дизайнеру Аиде мы желаем только успехов. Завтра, может, мы с тобой что-нибудь и закажем у нее. Сейчас мы расскажем вам о том, что в Уральске прошел творческий концерт детского дворового клуба. На концерте выступали различные ансамбли, коллективы танцевальные, певцы и музыканты. Ендейші концерттан қалай көткендігі туралы келесі сүйржетке кезек берейк. Мектеп оқушыларының босу ақтын тиімді пайдыланып, адамгершілікке, адемлікке, әсемдікке үлкенді селап, кішге көмек беруге, өнерді сүйуге салуатты өмір салтын сақтауға, жақсылықтан ереніп, жамадықтан жеренуге бағытталып құрылған Арман Баллар Аула Клубу облысымызға ғана емес, республикаға да танылып үлгерді. Себебі, бұл жерде тәлім алатын ұқушылар әртүрлі тақырыптағы республикалық өнер байқауларының спорт додаларының женіпаз болып, бейік белістерден көрініп жүр. Бұл сөздерінің дәлел ретінде, күні кешіғана жастар мәдет еңде аталмыш Аула Клуба қала қалқына шығармашылық есебін яғни жеке концерттерін берді. Біздер бүгін әдене ағарты білестігіне қарасты Арман және жаш шебер Баллар Аула Клубы арасында несет беру концерт ұлып кізбі жатырмыз. Балларымыздың жыл бойғы клубтан не үйренді, сол бүгін сақнада өнер бөрсеттіп, өздерінің өнерлерінің ортаға салады. Нашалып, Арман көуің жайтық деп мұлсам, 2014 жылы қазан айында құрылдық. Бұйыл 15 жыл бұлат, бұйыл қазанда 15 жыл ғойы жұмыс жасап, ұқушыларды өнерге, үлкен сақналарға қанат қақтырып, спорт, пен, салауытты өмір салтына бейімдеп, ұқушылардың жанағы күнделікті бос уақыттарын темдіп байланыуға жұмыстанып келеміз. Шығармашылық кеште әншір қалып, бейбеленіп шағын көріністер қойылды. Бұлдүршіндердің өздерінің қолымен дайындалған қолынер бұйымдары таныстырылып, болшақтан ерекші өміт күтетіндерін дәлелдет. Арман аула клубының әсем кешінен соң қала қалқыда ерекші әсірал қырызашылықпен тарқасты. Құрметтетелі көрімендер, ал қазір бізде әдеттегі де жұма күнгі сауалынамаға кезек береміз. Да, сегіден мы узнаем мнение нашық дарагих уральцев. Какое у них любимое время года? Кстати, Иркебулон, ты какое время года предпочитаешь? Ну, я так и думала, а вот у меня любимое время года – это весна и осень. Мне нравится, когда не сильно жарко, не сильно холодно. Весной все расцветает, все пахнет, все так красиво, а осень – она опавшие листья, это все в золоте и в солнечную погоду дождик. Индейші келесі сюжетке кезік беріп, қалат тұрғындары қандай жылы мезгілін унататының біргейті мажалайық. Вообще, я люблю все времена года. Ну, они все по-своему прекрасны. Ну, скорее сега, лето, потому что можно купаться, больше занятий, жара, все вот это дел. Моё время, моё любимое время года – лето. Можно гулять, выспаться. Мал, кеміз болады, жеместерін бірін, кересін, балданың меккепкебарат, келесшылыға жақсы тіліктермен, жақсы 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 тіліктермен, жақсы 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 жақсы. Дорогие телезрители, мы подошли к нашей самой приятной рубрике – это бейне кутохтау. Мы хотим напомнить о том, что у вас есть уникальная возможность поздравить своих близких, родных и любимых креативно, интересно, через нашу рубрику на телеканале ТДК-42. Если вас заинтересовало, звоните к нам на номер телефона 933-433, либо обращайтесь к нам в офис город Уральск, улица Петровского, 103. Ну а на этом наша программа «Аролы Тан» подошла к концу. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Желаем вам отличных выходных. И, ерки Булан Нурпиесов, дорогие телезрители, вы не переключайтесь, впереди много чего интересного. Спонсор программы – компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта. Мебель для вашего комфорта. Мебель для вашего комфорта. Мебель для вашего комфорта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok